Объявить вас мужем и женой! Корнева Ирина! Всем привет, друзья, с вами Ирина Корнева. Сегодня 8 сентября 2022 года. Мы открыли марафон осенних свадеб. У нас 8, 9, 10 будут проекты. Сегодня первый проект этой недели. Я приехала на большую красивую площадку Хай для того, чтобы показать и рассказать вам про интересную свадьбу. Паши и Маши. Готовы? Погнали! Сейчас происходит мое самое любимое действие под названием монтаж. У нас сегодня большие окна, большие окна, которые выходят на лес, которые мы решили вообще ничем не закрывать, потому что лес есть лес, лес это всегда красиво. И мы решили, что нам здесь ничего не нужно, нам нужна только вот эта панорама и более ничего. Стол привозной, президиумная дорожка мы сейчас стелим. Не буду пока вам показывать и рассказывать декор, расскажу немножко о ребятах. Ребята уже достаточно давно вместе, они уже женаты. И буквально несколько дней назад у них состоялось мельчание, а сегодня они решили отметить события. После того, как они помечались, решили пригласить всех своих близких, знакомых, любимых друзей. Ну а мы, в общем-то, стараемся сделать так, чтобы им все понравилось. У нас сегодня много деталей. Эти детали мы уже выкладываем активненько. Например, деталь номер один – это тапочки. Сегодня мы рассчитываем, что будет много гостей танцевать. У девчонок будет такая опция приятная. Они смогут взять себе тапочки и снять высокие каблуки, с ножек со своих переобуться и танцевать. Потом еще одна приятная опция, то, что у нас будет на церемонии, это плакать сегодня можно. Плакать сегодня можно много просто для счастливых слез. Берите, берите. Виктория бесплатно будет плакать сегодня. Плакать, что на свайку дорого! А, бесплатно. Бесплатно. Ну не знаю, значит, бесплатно, ребят, не верьте. Каждый, кто захочет поплакать, сможет себе это позволить спокойно сделать. И у нас сегодня еще варенье. А варенье сделали, да, уже? Арсений делает. Я подойду сейчас к нашему Арсению. Арсений – это наш постоянный хелпер. Он постоянно приезжает, помогает нам. Работает, не покладая рук. Арсений, ты практически как король варенья сегодня у нас, да? Да, как Карлсон. Как Карлсон. Вот такое сегодня варенье у нас все будут получать. Ребята сами разливали, кстати, это варенье. И каждый гость получит варенье с надписью «Спасибо, что вы были с нами. Паша, Маша». 8 сентября 2022 года. Это уже готовое? Вот это все готовое. Ох, смотри-ка, сколько ты уже наделал-то. Сколько наделал? Осталось вот это, здорово, и вот это еще. Да ты что? Знаю, что тебе сегодня не поздоровится, Егорушка. Не поздоровится. Мне разница поздоровится. Я сегодня футболку под рубашку делал, чтобы тепло было. У меня смерть, у меня броня. Не, реально, что вы понимали, сейчас на площадке реально грамм с 8. Просто очень холодно, потому что выключены все обогреватели, все пушки. Потому что нам сказали, что ну не гоже включать обогреватели, пока здесь нет гостей. Вот гости придут, тогда мы включим обогреватели. Мы просто в шоке вообще от температурного режима сегодня. Егор, тебе сегодня скинули, насколько я знаю, тебе анкеты прислали где-то за полгода до этого мероприятия. За полгода до того, как предложение было сделано, они все подготовили заранее. И я год учил информацию по сегодняшнему дню. Потому что сегодня все гости будут приходить, всех будут знать по именам. Большое спасибо нашему ведущему Егору за это настроение, за терпение. Да, мы все в самый последний момент ему отправили. И да, то есть нам задолго выслал всю информацию. Мы сегодня до 6 утра это все отправляли, после этого легли спать. На самом деле ребята прислали сегодня в 4 утра Егору информацию по свадьбе. А последнюю анкету вот полчаса назад Егор говорит. Это просто самые оперативные молодожены из всех, что у меня были. Вот так вот красиво, смотрите, отражается экран. Кажется, как будто там закат какой-то, да, в окошке, симпатично. Сегодня у нас такая лесная сказка, высокие композиции, очень высокие композиции, красивая, достаточно посуда. Посуда у нас сегодня от площадки, салфетки от площадки, скатерти от площадки, кольца для салфеток от площадки, все от площадки. Ну, то есть площадка молодцы, конечно, что у них все хорошо по посуде, все хорошо по стульчикам. Стульчиком. Стульчики тоже сегодня у нас в площадке, если посмотрите, их даже не видно, да? Такие прозрачные стульчики в очередной раз. Хочу обратить внимание на то, что стулья должны стоять вот таким вот образом, не вот так вот, не вот так вот как-то, да? То есть они не должны дотрагиваться до скатерти, тогда все это будет красиво и эстетично выглядеть. Мы сюда привозим световые приборы, и за счет того, что у нас на экране вот такой вот футаж огненный, этот футаж отражается в окне, и кажется, как будто там огненный закат. Очень, мне кажется, интересно и хорошо смотрится. Действительно здорово. А можно попросить вас вот здесь еще подмести? Ага. Ребята, а есть у нас еще девочки, которые могут подмести? Позовите, пожалуйста, еще кого-нибудь. Один человек только. Работает в зале, в огромном зале. Как-то надо этот вопрос решить. Президентный стол у нас привозной, на самом столе ничего нет, только ларец для подарочков. Это серверовочка, а все остальное внизу стола, чтобы молодожену ничего не мешало, не отвлекало их взор. И вот эти ложечки уберите, пожалуйста, пока, до тех пор, пока они отфотографируют зал, а потом вернете их обратно. Ложки, всякие салфетки, ничего пока не ставьте. Сегодня разноплановые композиции на гостевых столах, высокие композиции на одних столах, невысокие композиции на других столах. Симпатичный, интересный потолок, потолок с лампочками. Ну, то есть, по сути, потолок не требует дополнительного монтажа, дополнительного какого-то декорирования, потому что есть вот эти лампочки, и они создают уютность, уютный уют. Смотрите, какая интересная деталь. Пол просто цементный, и поэтому здесь обязательно нужно было бы что-то положить. Ну и вообще, в принципе, дорожки, я всегда об этом говорю, дорожка соединяет картинку. Если бы не было дорожки, было бы, ну, просто отдельно столы задекорированные, отдельно презентный стол как таковой. Ну, то есть, не было бы целостной картинки. Поэтому всегда, когда появляется дорожка, всегда появляется какой-то объединяющий фактор, целостность картинки, которая делает, создает общую структуру, общее мероприятие. Сегодня у нас классическая свадьба, при всем при этом она такая интересная в плане декора. Ну, интересная такая лесная, классическая лесная свадьба в плане декора. Что интересно и примечательно в сегодняшнем декоре, так это то, что у нас нет задника. Обычно мы строим какие-то стены, мы создаем какие-то задники красивые, какие-то цветочные композиции позади ставим. Что-то такое большое, громоздкое, создающее картинку. Сегодня у нас вазоны, то есть у нас классические большие вазоны с натуральными цветами, с живыми. Сегодня у нас полностью флористика живая. Большие классические вазоны, здесь много зелени, здесь зелень. И там тоже большой классический вазон, который, в общем-то, и создает картинку и продолжает ту историю, которая у нас за окном. Потому что, если посмотреть, за окном у нас лес. И вот эти вот вазоны и этот лес, это все как-то так объединяется в единое целое. И получается очень красиво, эстетично. Получается вот именно то, что нужно, мне кажется. Знаете, такой домик в лесу. Мне нравится. Напишите в комментариях, как вам, нравится вам или нет. Ну и тарелочки, да, еще на тарелочке не обратила внимания. Смотрите, какая сервировка интересная. Тарелки, еще раз скажу, они сегодня у нас от площадки. То есть обычные там белые классические тарелки. Сегодня у нас тарелки от площадки. Что-то как важно, чтобы на площадке была хорошая посуда. Потому что это реально экономия бюджета молодоженов. То есть частенько бывает такое, что на площадке нет посуды красивой. Соответственно, нам приходится привозить постановочные тарелки. Нам приходится привозить стульчики свои. Нам приходится привозить кольца для салфеток, шить скатерти. Нам приходится привозить салфетки. Здесь это все есть. Тем самым это экономит бюджет молодоженов. И не нужно это дополнительно привозить. Сейчас вот скажу вам по секретику, да, так как вы наверняка сами готовите свои мероприятия, раз вы смотрите мой блог. Когда банка стоит возле тарелочки, вот смотрите, у нас вот все такое, знаете, такое гармоничное. Тут появляется такое желтенькое пятнышко, да. Оно немножко выбивается. Поэтому лучше будет, если это будет отдельный столик. На отдельном столике будет стоять подарочек. Гость пришел, взял подарочек, прочитал послание, которое ему здесь оставили. Мол, даже он, спасибо, что вы были с нами. И дальше пришел и поставил уже сам возле тарелочки вот этот вот подарочек. Так будет гораздо лучше и сохранится эстетика зала. Потому что при сервировке, при создании концепции, при декоре есть определенная эстетика в зале. И очень важно, чтобы эстетика была сохранена до того момента, пока гости не зайдут в зал. Кстати, заработали пушки и стало реально тепло. Смотрите, вот видите, огонечек там горит. И я смотрю прям, ух, потеплее стало, уже хорошо. Я сегодня, конечно, совсем не шутница, потому что я поховато себя чувствую. Но, типа, хожу в пальто по залу. Но, тем не менее, что-то рассказываешь, а вам, да, Виктория? Да ты вообще героиня. Мать-героиня! И больше, не меньше. Ух! Гордится, гордится! Горнева Ирина! Расскажи, где они заселились сегодня? Как вообще заселение произошло? Вика, кстати, до трех ночи была сегодня с ребятами. Да, я была до трех ночи с ребятами. И там как раз произошла такая ситуация, что заселили не в тот номер, в который хотела невеста. У меня разорвалось сердце, и я не смогла просто пройти мимо. В общем, мы поменяли номер. У них теперь панорамные окна с видом на гостиницу Украина. Ой, на гостиницу Украина же там, получается? Краун. Ну, этот, да, гостиница Украина и набережная. И прям панорамные, огромные окна, 60 квадратных метров номер, студия, большой такой. В ванной находится окно. Да. Там просто так вот лухарит жизнь. Вот. И, значит, тяжелый люкс. Вот. И, значит, они так обрадовались. И мы сделали, мы там провернули одну штучку. И в итоге у них вообще там все отлично. И они счастливы и довольны. И до трех ночи ребят ставили танец. Вот. А Вика им помогала ставить танец. А я так, да, и мы, короче, я говорю, давайте назовем наш хореографический центр «Марионетка». Потому что они стояли и такие, ну, люди вот так. Но очень классно получилось. Танец будет красивый. Я думаю, прям вы зацените. Очень красиво. Вот. А еще я в подарок ребятам купила холодный фонтан. Ну, давайте. А она сказала, говорит, блин, вот я так хочу дым, типа, я так хочу холодный фонтан. У нас это только два, только на тор. Я такая думаю, блин, ладно. Короче, это. Понимаете, как важно иметь организатора. В реальности как важно иметь людей, которые будут поддерживать. Она просто, да. Она просто так. Но есть какие-то, знаете, особенные люди, которым ты испытываешь особенные чувства. Да. Вот реально есть. Вот просто какая-то магия волшебная. И вот эта пара, это действительно искра. Да. Это какая-то просто невероятная любовь. Я не знаю, просто ребята настолько открыты, они настолько благодарны. И они доверяют. И доверяют. Они говорят, что все делают? Это очень важно, когда люди доверяют. Когда они говорят, мы вам доверяем абсолютно, мы знаем, что вы сделаете хорошо, все ваши проекты классные, и поэтому мы знаем, что все будет круто. Поэтому вот это вот, знаете, вот трамбальзам на душу, и в этот момент хочется сделать еще лучше. Кстати, Павел заселился в Double Three Hilton. Понимаете? Поэтому они в разных отелях у нас сегодня, и встретятся они только на церемонии. Вы не плакать. Они будут плакать. А мы? А мы еще будем. Я бесплатная плакальщица на свадьбу. Плакная, а еще какая платная? Не верьте. Не верьте опять. Не верьте. Хватит. Ирина Корнева. Замечательный организатор. Лучшая просто. Вы посмотрите. Не женщина, а героиня. Посмотрите, какая героиня. Вообще, любовь. Ты чувствуешь, что отчетнее? Да, я чувствую, что даже готовый пальто. Пальто приобрет. Ох, сколько пришло черных людей. Людей в черном. Люди в черном пришли. Смотрите, это пришли официанты. Сейчас уже начнется у них планерка. Кто где работает, за каким столом. У нас в ТЗ, мы, кстати, всегда в ТЗ прописываем такую вещь для площадки, что ни в коем случае не должна выставляться... Во-первых, алкоголь никогда не ставится на столы. То есть, если посмотреть все наши проекты, вы никогда не увидите, чтобы на столах стоял хоть какой-то алкоголь. Нет. Алкоголь всегда на постановочных столах. И это первое. И второе, мы прописываем взять на ТЗ, чтобы у нас до того момента, пока мы не отфотографируем зал, пока у нас не приедет фотограф, видеограф в зал, чтобы ни в коем случае не уставлялись никакие салфетницы. Не хотите, пожалуйста, постарайтесь не ходить по дорожке. И салфетницы, никакие зубочистки и так далее. До того момента, пока не придут в зал фотограф и видеограф, чтобы они успели отснять зал в том виде, в котором его создавал декоратор для молодоженов. Ребята, смотрите, вот здесь стоит куча алкоголя, воды и так далее. Сейчас придет невеста в зал. Можете куда-то убрать вот эти вот коробки, пакеты? В тот момент, когда заходит невеста, в зале должна быть идеальная чистота. Вот это прям очень важно для меня, очень важно для всех девчонок моих, которые работают в моей команде, чтобы в зале было все уже идеально, чтобы невеста зашла в зал своей мечты, чтобы все было красиво, безупречно, не было никаких коробок, шнуров, проводов, какого-то мусора и так далее. Поэтому мы к моменту прихода невесты в зал обязательно стараемся сделать так, чтобы все было вот, чтобы она зашла и сказала, вау, я хотела именно так, мне все нравится, зал моей мечты. Федька ходит за мной, понимаете? И ходит, и ходит за мной. Не переоделся, и ходит. А ты переоденешься? А я переоденусь. Вот Арсений, красавчик. Ой, ты еще не до конца одет? Конечно, и я. Ты все равно красив. Спасибо большое. Даже не до конца одет. А Федька? А Федька? Подождите, вы еще Федьку не... Федька, наш координатор. Любимица невест. По фуршетику все красиво, все красиво. Ой, как хочется фуршетик съесть. Ммм, ммм, все красиво. Виктория занятая идет, смотрите. Вся занятая. Через три минуты приезжает невеста? Пока я иду переодеваться, у меня вопрос. Я слушаю. Но у меня нет секретов от моих подписчиков. По поводу моего муженки с 9-го года. Ребят, тайм-аут. Словишь, в хорошей конференции. Мы идем сейчас в сторону церемонии. Церемония у нас сегодня тоже будет, несмотря на то, что у ребят уже женаты, несмотря на то, что у ребят состоялось венчание уже. Тем не менее, мы решили, что церемония должна быть. И это будет очень красиво. И я сейчас иду коротким путем, сокращенным. Мы все пошли по длинному пути. А я решила по короткому пути. Для того, чтобы показать вам церемонию. Самое интересное то, что на площадке на этой есть место для церемонии. По сути, нам не нужно было ничего привозить. Привозить какие-то большие конструктивы, строить что-то. Привозить какие-то арки или еще что-то. Потому что на площадке есть красивый ротон, который нам оставалось просто доделать, украсить. И вот, пожалуйста, получается церемония такая, какая должна быть. Так, здесь тоже мусор надо сказать, чтобы убрали. Сейчас Вика подойдет, я скажу. Мусор. Вон пакет какой-то валяется. Что это такое, ребят? А, мы накрыли, потому что дождик. Надо, нет, валяется. А, валяется что? Пакет или что это? Обмотали, да, чтобы если будет дождь. Снимите, берете. Обматывали ножки, чтобы они не испачкались на стульчиках. Чтобы нам разрешили стульчики. Потому что стульчики нам не разрешали до самого последнего момента. Но ротонда очень симпатичная, очень красивая. Хочу рассказать о моменте, который присутствует практически на всех наших свадьбах. Это момент, когда невеста первый раз заходит в зал до начала банкета. Еще до того, как гости вошли в зал. Почему важно, чтобы невеста увидела свой зал до начала банкета? День свадьбы невесты насыщен эмоциями и впечатлениями. Не все справляются с волнением. Я не говорю сейчас про Машу. Я обобщаю и говорю про всех невест. Поэтому день сложный в эмоциональном плане. Когда мы декорируем зал, в этот момент невесту собирают, и она может только представлять, что происходит на площадке. И вот, когда невеста видела только презентацию, видела площадку без оформления, и она попадает в зал. Возникает сравнение той картины, которую она представляла, и то, что она видит на самом деле перед собой. Оправданные ожидания успокаивают молодоженов, расслабляют. И знаете, это очень важное состояние жениха и невесты. Появляется эмоциональный подъем, от которого очень сильно будет зависеть продолжение всего вечера. У нас же идет сбор гостей. Один координатор у нас стоит на воротах, встречает гостей. И один координатор понес вон там вкусняшки в гримёрку для невесты. Вон там, да. В целом такая достаточно уютная атмосфера. Посмотрите, тут качается на качельках здесь. Там собираются гости, угощаются фуршетиком. Здесь костровая зона, и вечером здесь будет костер. Ребята вместе уже очень много лет, 8 лет они уже в браке. Представляете, 8 лет. И буквально на днях они обвенчались, но при всем при этом мы все равно делаем для них церемонию, чтобы они вспомнили, как это было. Потому что в тот момент, когда они женились, у них не было свадьбы, у них не было всего того, что сегодня ребята устраивают для себя, для своих гостей. И поэтому и для них, и для нас важно, чтобы все было хорошо. В этот момент у нас уже ребята протирают стульчики, умнички. Сейчас я помогу протереть стульчики, чтобы все сели на чистенькие стульчики. Самый молодец Арсений, ребят. Вот запомните его. Вот он самый молодец вообще, понимаете? Он моментально реагирует, парень, и помогает. Арсений молодец. Кстати, Арсений ученик Дмитрия Сократилина. Все так. Да, все так. И он с нами на проектах. Скоро мы превзаем. Владимировна. Это Арсений Иринович и Федор Иринович, и Егор Иринович. Свадебное агентство Ирины Владимировны. Очень приятно. 93 года на рынке свадебных услуг. Целеустремленные. Всегда знают, как добиваться поставленных целей. С детства увлеченный спортом. Давайте поаплодируем просто Паше, поприветствуем его. Я знаю, что он уже готов к нам присоединиться. Давайте сейчас сделаем вид, чтобы его впервые за сегодня видим, да? Иллюзию с нас. И вот он идет, он и красавчик. Нам под ваши аплодисменты, друзья. Иролио, это победа начинается. Я предлагаю вам сейчас затыть дыхание и поприветствовать ее очаровательную, невероятную, потрясающую в сопровождении со своим папой. Давайте поприветствуем нашу невесту. Я не представляю, насколько волнительным для папы может быть этот момент. Насколько это трогательно, насколько это красиво. Наверняка сейчас произойдет самая крепкая рукопожатие в жизни Паула. Что правильно вы делаете, друзья? Можно без конца аплодировать эту моменту. Да, друзья, ну что ж, ваше обоюдное согласие дает право мне, в присутствии ваших близких людей, родных и родственников сегодня, 8 сентября 2022 года, объявить вас мужем и женой! И в этот момент я предлагаю вам отменяться одними из самых важных и ценных своих подарков, обручальными кольцами, которые сейчас здесь появятся благодаря маленькой очаровательной девочке, которая знала с утра, что ей предстоит нечто очень ответственное. Она, возможно, немножечко волнуется. Давайте ей поаплодируем, поприветствуем ее здесь. Выходите на это скорее! Выходите на это скорее! АПЛОДИСМЕНТЫ Есть, друзья! Свершилось! Поквастайтесь! Покажите нам эти... Покажите нам эти... Свощного Ирина! Сервония у нас завершилась! Пошел дождь, но мы с Викой подумали, что он прям был в тему. Знаете, что было так трогательно, что мы поплакали вместе с дождем. Смертельный трюк... Смертельный трюк... Трюк... Смертельный трюк... Торт... Ставится в холодильник... Одна голова хорошо... Чтобы его не повредили... Всё, фух... Можно выдохнуть... Можно выдохнуть... Можно выдохнуть... Спокойной душой поеду домой... Всё в порядке, да? Да, всё хорошо... После выездной регистрации торжественно встретили молодожёнов в зале и ведущий начал программу. Гробче, 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 гробче! Вот они два этих красавчика! Очень интересно получается, когда интерактивы проходят на экране. Видно сразу, что Магомед не сильно заморачивается с ведением своих социальных соцсетей. Сразу понятны его приоритеты в Инстаграме. Дальше лифта Магомед не фотографируется. В какое-то время он даже выкладывал селфи, если честно. И это настоящее достижение, хочу вам сказать. Настоящее достижение одновременно выглядеть как человек, который может появиться в криминальных сводках. И человек, которого можно видеть в объявлениях у подъезда. Это действительно удивительно. Аплодисменты Магомеду, друзья. Хорошо. Рекомендую всем невестам использовать экран. Ну и конечно же нужно, чтобы ваш ведущий мог работать с экраном. Чтобы его программа подразумевала использование экрана. Три, два, один, полетел! Три, два, один, полетел! Потом первый танец жениха и невесты. Во время первого танца мы запустили тяжелый дым, который всегда создает сказочную картину. На фото и видео тяжелый дым смотрится просто волшебно. Как мы уже говорили в начале влога, Вика захотела сделать приятное ребятам и подарила холодные фонтаны во время первого танца. Вы знаете, мне очень приятно, что у меня в команде работают такие люди, которые полностью отдаются работе и по своей инициативе делают вещи, которых не было в программе. Даже для меня эта новость была неожиданностью. Показали на экране СДЕ ролик, который смонтировали к концу вечера. Всегда интересно, когда гости видят со стороны свадьбу, на которой они еще находятся. Для многих это действительно большой сюрприз. Я просто обалдела от этого видео. Просто шок. Вынесли торт под холодные фонтаны. Выглядит это все, конечно, очень красиво. Ну и больше всего приятно, когда в ответном слове молодожены не обходят стороной нашу команду. Понимают, какую работу проделали и выделяют нас благодарственными словами. Хочу отдельно сказать огромное спасибо всей команде, без которой этого мероприятия бы просто не случилось. Вы бы знали, какие подвиги на самом деле Вика, Ира и вся команда организаторов. Это просто невероятно. То есть столько всего пришлось сделать, чего не видно, преодолеть. И мы очень вам благодарны, потому что это один, наверное, не миллион шансов, чтобы такое просто случилось. И мы взяли этот шанс. Большое вам спасибо. Любая моя эмоция, которая чутка отличалась от положительной, просто купировалась пикой, например. И человек вчера утром в ответному истерику был готов приехать ко мне в котельник и развешивать белье из моей стиралки, чтобы вы понимали. Только для того, чтобы я не нервничала и все успела. В общем, сделано просто невероятно. Мне просто не верится, что это все случилось. Все это благодаря вам. Друзья мои, ну что, на этой прекрасной, прекрасной ноте, когда Федор нас рассказывает, сколько по времени он шел до сегодняшнего ресторана. Десять минут пешком. Понимаете, вот десять минут, мне два с половиной часа ехать до дома. А здесь десять минут. А он десять минут пешком шел. Понимаете? Поэтому Федора мы оставляем дежурным. Открываем. А я отправляюсь домой. Всего хорошего, мои дорогие. Если вам понравилось это видео, не забывайте, пожалуйста, ставить пальчики вверх. Не забывайте включать колокольчик. Не забывайте писать комментарии. И, конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые свеженькие горячие пирожочки видео. Всех обнимаю. Целую. Пока-пока. Ваша Ирина Корнева и ее команда. Ирина Владимировна Корнева. Готовьте песню и... Корнева Ирина. Тысяча три сообщения в личке. Корнева Ирина. Ирина. Она по любви. Она по любви. Она по любви. Ирина. Не по привычке. Ирина. 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 Продолжение следует...